Здравствуйте! Сегодня поговорим о скраббере. Техническая конструкция и назначение. Скраббер это техническое устройство, предназначенное для борьбы с избытком нитратов, фосфатов, силикатов и тому подобных элементов в аквариумной воде. Как он работает и чем отличается от водорослевика? Разберем сначала различия. В водорословике обычно используются два вида высших водорослей хитоморфа или кулерпа. В скраббере высших водорослей вообще не используется. Скраббер предназначен для выращивания низших водорослей разных видов. В частности, в скраббере растут исключительно те низшие водоросли, для которых есть подходящее питание в данный момент времени и свет. Большое количество разновидностей низших водорослей, для роста и жизни которых нужны разные микро-макроэлементы, позволяют эффективнее очищать аквариумную воду. В отличие от водорослевика, в котором в лучшем случае могут быть только две высшие водоросли, потребляющие определенное количество микро-макроэлементов из воды при условии правильного освещения. В общем говоря, простым языком, скрабер это куча голодных хрустов, которые готовы есть все, что дадут. А водорослевик это аристократический ресторан, куда ходят кушать два привередливых клиента. Надеюсь я доступно объяснил. Техническая конструкция скрабера представляет из себя освещенную мелкую орошаемую сетку, на которой растут водоросли. В качестве поверхности может также использоваться пластик или оргстекло. Поверхность в данном случае надо будет зашкурить наждачкой для того, чтобы водоросли было за что засцепиться. В качестве света используются люминесцентные лампы с полным спектром освещения, либо диодное освещение. Специально засаживать поверхность водорослями не нужно, они вырастут сами, если для них будет достаточно питания и света. Питание это как раз те самые нитраты, фосфаты и тому подобные элементы, от которых нам необходимо избавиться. По мере нарастания водорослей сетку нужно очищать от них, промывать и очищать до блеска не нужно. Производить очистку необходимо по мере нарастания в нормальном режиме работы, это где-то раз в неделю. Исходя из опыта, после установки скрабера, низшие водоросли продолжают расти и в аквариуме, и на сетке скраберов в течение нескольких месяцев. По истечению этого времени количество низших водорослей в дисплее сокращается. Полного исчезновения водорослей из дисплея можно увидеть спустя полгода. Этот срок может быть уменьшен или увеличен, все будет зависеть от цвета, который вы устроите в скрабере. Неприятный запах при работе скрабера не появляется, потому как водоросли все время находятся под водой. А вот во время очистки сетки может быть запах, но не такой противный, как во время мытья чашки пенника. Работу скрабера отчасти можно регулировать увеличением или уменьшением мощности освещения. Одним из главных плюсов скрабера является минимум затрат при установке его в систему. Довольно эффективный фильтр за мизерную цену. Вот собственно и все, что я хотел вам сегодня рассказать. Если вам понравилось, вы знаете что делать. Выпуск подготовлен специально для сообщества морской рифовый аквариум. Учитесь и получаете удовольствие от процесса.